Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта Apps Video Review.ru. Хочу представить вашему вниманию игру Defender. Это своеобразное развитие игр типа Tower Defense. В данном случае вам нужно защищать вашу крепостную стену от врагов, которые на вас нападают. У вас есть возможность играть несколькими игроками. Перед началом игры вы можете проверить все свои возможности и за заработанные деньги купить определенные апгрейды для вашей магии или для основного оружия. Итак, на вас идут соперники, вы нажимаете на экран и с вашей башни летят стрелы. Кажется, что это просто, но когда соперников становится больше, то вам, естественно, приходится справляться с ними со всеми. С левой стороны экрана видно уровень вашей жизни и уровень вашей маны. Мана вам нужна для того, чтобы запускать магию. Например, вот такую вы берете и перетаскиваете с края экрана для того, чтобы убивать сразу много человек. Мана устанавливается со временем, через некоторое время. Количество маны можно заапгрейдить. Здесь сверху виден указатель того, сколько осталось до конца волны нападений. Мана есть разная. Например, мана замораживания, когда любого человечка замороженного можно убить одним выстрелом. В принципе, с каждым уровнем соперники ваши становятся более разнообразные. Появляются более сильные соперники. Вот, мы прошли уровень, соответственно, за то, как хорошо мы защищали свою стену, насколько у вас осталось маны, вам добавляют очков, монеток. И вы можете заапгрейдить ваши возможности. Так, к сожалению, это все тут не очень дешево. В зависимости от того, сколько уровней вы прошли, вам дается еще дополнительное оружие. На данный момент у меня второй уровень оружия. И ваша цель это супер-пупер такой вот арбалет, который, наверное, будет убивать всех подряд. Таким образом, 13 уровень. Продолжаете играть. Игра достаточно захватывающая. Кажется, что вот-вот вы уже со всеми справились. Но тут появляется какой-то новый монстр, с которым ваша предыдущая тактика борьбы не срабатывает. И вам нужно придумывать что-то новое. Во время игры играет приятная музыка, графика. Нельзя сказать, что какая-то супер деталь детализированная. Но для такого типа игры этого вполне достаточно. Выглядит она приятно и стильно. Дизайнер обстрали снаславу, разрабатывая различных монстров. Есть вот такие шарики-ёжики, есть смешные, не знаю даже, кто сказать, демоны с дубинками и тому подобное. Итак, игра бесплатная. Везде висит баннер. Естественно, вы можете посмотреть ваши достижения, поделиться игрой, отправить её кому-нибудь из ваших друзей, включить и выключить музыку. В принципе, как стандартно во многих других играх. На этом всё об игре. Если вам понравился наш обзор, голосуйте за нас на YouTube или отправляйте ссылку вашим друзьям. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!